Приветствую вас на канале час ремонта, в этом обзоре расскажу про металлоискатель Гаррет Эйс 250, подпишитесь на канал и активируйте колокольчик, чтобы получать уведомления о выходе новых роликов. О лучших ценах и актуальном наличии вы узнаете из подборки ссылок, ее оставлю в описании, буду рад вашей поддержке, комментируйте видео и ставьте лайки. Металлоискатель Гаррет Эйс 250 подойдет как новичку, так и опытному искателю сокровищ. Удобная конструкция с телескопическими штангами и подлокотником сделает поиски максимально легкими. Телескопические штанги позволяют регулировать длину рычага под свои потребности, нижняя штанга сделана из пластика и соединяется болтом с катушкой, верхняя колена алюминиевая. Водонепроницаемой катушкой можно искать ювелирные изделия на мелководье. Подлокотник с ручкой разгружает руку и облегчает поиск. Конструкция Эйс 250 та же самая, что и у младшей модели 150-й. Точно такая же катушка водонепроницаемая, ее можно погружать в воду и та же частота работы. Отличие приборов в том, что металлоискатель Гаррет Эйс 250 позволяет вам собственноручно произвести более точные настройки. Пользовательская программа, всего 5 программ, дает возможность самому отключить любые ненужные сегменты на шкале дискриминации и сохранить эту настройку в памяти. Да и шкала дискриминатора уже состоит не из 5 сегментов, а из 12, что позволит, определившись с типом интересующей цели, отключить или наоборот включить какой-то сегмент. Причем сегменты можно отключать нелинейно, значит отключить получится как цели, состоящие из низкопроводящих металлов, так и из высокопроводящих. Режим Custom позволяет сохранить настройки, сделанные на шкале дискриминации во время отключения прибора. Полезно начинающим будет и то, что над шкалой есть условные обозначения наиболее типичных целей для определенных сегментов. Металлодетектор – достойный прибор за небольшие деньги, его легко подстроить под требуемые поисковые задачи, все просто и понятно, надежность проверена поколениями искателей. И будет, наверное, сложно придумать те ситуации при выездах на поиск, в которых не побывала и с которыми не справилась бы легендарная Ася – металлодетектор Гаретейс 250. С этим прибором будет очень удобно делать первые шаги в своем увлечении приборным поиском, так как пока другие будут мучиться с настройкой сложных аппаратов, вы уже будете поднимать из земли артефакты. Предустановленных программ поиска 4 – это монеты Coins, Reliquii Relics, ювелирные изделия Jewelry и все металлы All Metal. Индикатор глубины залегания цели имеет теперь четыре значения – 2, 4, 6, 8 плюс дюймов. Чувствительность прибора регулируется в диапазоне от 1 до 8, что расширяет возможности настройки прибора под конкретные условия поиска. Также добавлена немаловажная опция Pinpoint – режим точного определения местоположения цели, что значительно сокращает время поиска цели в земле и поможет начинающим поисковикам не задеть случайно лопатой интересную находку. Звуковая идентификация целей трехтональная, есть встроенный динамик и разъем для подключения наушников. Проанализировав отзывы, я выделил основные негативные и позитивные моменты, сейчас поделюсь с вами, начну с отрицательных. Нет регулировки громкости, невлагостойкий блок управления, имеет небольшую болтанку, ложные срабатывания, реагирует на удары по жесткой траве. Теперь перейдем к положительным. Функционал, простота сборки, чувствительность, легкие пищи точно, интуитивно понятная индикация, удобно лежит в руке, отличная глубина поиска, долго держит заряд, простой интерфейс, хорошие настройки поиска. Обратная связь важна для меня, поэтому поддерживайте канал лайками и комментариями, напоминаю, что ссылки на полные характеристики и выгодные цены оставлю в описании под видео. Чтобы не пропустить новый обзор, подписывайтесь на канал и нажимайте колокольчик. До скорой встречи на канале час ремонта.